Симеон, Германа, Петра, Дионисия и Иоанна Сегодня Святая Церковь совершает очередную память праведного Симеона Верхотурского Чудотворца, нашего уральского святого молитвенника за землю уральскую, подвижника, пролившего пот на этой земле. Про него мы неоднократно в наших передачах рассказывали, молитвенно обращаясь к своему праведному Симеону, желаем его небесного предстательства за всех, обращающихся к нему, за всех, кто находится под его молитвенным покровом. С праздником, дорогие уральцы! Сегодня же Святая Церковь совершает память преподобного Дионисия Радонежского. В миру Давид Забиновский родился около 1570 года в городе Оржеве. Постриженник, а затем настоятель Старицкого Успенского монастыря, во время событий смутного времени был ближайшим помощником святителя Ермогена, патриарха Московского. С 1610 года преподобный Дионисий Архимандрит Троица Сергиевой Лавры. При нем в монастырских слободах были открыты дома и больницы для страждующих, раненых и оставшихся бездомными во время польско-литовского нашествия. Во время голода по его настоянию братья Лавры питались овсяным хлебом и водою, чтобы сберечь пшеничный и ржаной хлеб для больных. В 1611-1612 годах совместно с Киларем Троицы Сергиевой Лавры, Иноком Авраамием Палицыным, он писал окружные послания с призывом присылать ратных людей и денежные средства для освобождения Москвы от поляков, а также к князю Дмитрию Пожарскому и ко всем ратным людям с призывом ускорить поход на Москву. Иноческая школа помогла преподобному Дионисию в самых тяжких обстоятельствах лихолетия сохранить неугасимым свой внутренний свет заповедей Христовых. Высокая степень иноческого подвига, достигнутая преподобным через непрестанную молитву, сообщила ему дар чудотворений. Но он тщательно хранил тайны духовной жизни от людей, которым его знание могло послужить лишь во вред. «Не спрашивайте инока о делах иноческих», — говорил преподобный Дионисий, — «потому что для нас, иноков, великая беда открывать тайны Мириана. Есть писано о том, что делается в тайне, да не увесь шуется твоя левая рука. Нам следует укрываться, чтобы делание наше было в невидении, дабы этим дьявол не ввел нас во всякое небережение и леность. О глубоких внутренних испытаниях и постигнутых им тайнах богопознания можно судить только по тем делам, которые проявились, когда обстоятельства принуждали преподобного Дионисия к активной деятельности. Одним из таких значительных событий было привлечение его к исправлению богослужебных книг. С 1616 года преподобный возглавил работы по исправлению печатного требника на основе сличения древних славянских рукописей и различных греческих изданий. Во время работы справщики обнаружили существенные расхождения и в других книгах, изданных в период между патриаршеством 1612-1919 годы. Однако ответственные за эти упущения люди обвинили на соборе 1618 года преподобного Дионисия в еретичестве. Лишенный права священнослужения и отлученный от церкви, он был заточен в Новоспасский монастырь, где его хотели умертвить голодом. Вмешательство в 1619 году иерусалимского патриарха Феофана IV и вернувшегося из польского плена патриарха Филарета прекратило его заточение, и он был оправдан. Преподобный Дионисий известен строгим соблюдением монастырского устава, личным участием вместе с братьями в монастырских работах и устроением обители после осады Лавры. Житие и канон преподобного написаны Киларем Троицы Сергиевого монастыря Симоном Азариным и дополнены священником Иоанном Насеткой, сотрудником преподобного Дионисия в деле исправления богослужебных книг. Представился преподобный Дионисий 25 мая 1633 года и погребен в Троицы Сергиевой Лавре. Господь и Бог наш Иисус Христос, выходя на общественное служение, первыми словами, которыми он обратился к народу, сказал, покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное. Царствие Небесное приблизилось в виде Господа, пришедшего к людям, Бога-человека. Но для того, чтобы его принять, для того, чтобы раскрыть внутри себя потенциально вложенное в каждое сердце Царствие Божье, необходимо покаяние. Покаяние как изменение ума, покаяние как следующее за этим изменением преображение жизни. Недостаточно просто время от времени приходить и по записочке что-то читать, оставаясь по-прежнему тем же, кем и был. Каким ты был, таким ты и остался. Покаяние должно приносить определенные плоды. И не говорите, что отец у нас Авраам, потому что Бог из камней сих может сделать чадо Аврааму. Не надо ссылаться на то, что «Да, я крещеный, я крест ношу, я в Бога верю». Покажи мне веру из дел твоих. Ибо знаешь, неразумный человек, что вера без дел мертва есть, как тело без духа. Вера, она всегда должна выражаться. Выражаться не столько демонстрацией, сколько изменением жизни. Недавно общались с одной прихожанкой, она рассказала о своих переживаниях во время Страстной недели. В этом году, говорит, как-то получилось максимально побывать на службах. И было такое ощущение, что ты не сторонний наблюдатель, не просто захожанин, а ты погружен во все эти события, евангельские тексты, евангельскую историю, что ты их переживаешь как-то по-другому. Впервые было такое ощущение соучастия в Страстях Христовых. И как раз в Страстную пятницу возникла необходимость встретиться с подругой, которая на один день приехала в город, ну и перенести, отказаться от встречи не было возможности. И сразу же после службы Страстей Господних она поехала навстречу. Собрались несколько человек, и увидев ее внешний образ, прям так забеспокоились. Что в твоей жизни случилось? Может быть, болеешь? Может быть, умер кто-то? Страст говорит, ну и вот как вот сказать людям, что действительно умер в этот день на кресте Господь Иисус Христос? Это же не поймут, не поймут, и понятно, какое определение сразу навесит, что с ума сошла все, кто попало. И вот это вот изменение, которое порождается в душе христианской жизнью, оно заметно. Оно заметно теми людьми, с которыми человек какое-то время не общался. Подруга спрашивает, ну а чем ты сейчас занимаешься? Она говорит, я в декретном отпуске сижу с детьми. И как? Тебе не хочется убежать из дома? Тебе нравится заниматься с детьми? Ну да, говорит. Мне очень нравится быть мамой. Чем повергло очень глубокое недоумение свою подругу. Ну правда, ценности что-то разные. Когда человек понимает ту радость, то счастье, которое дается Богом пережить матери или отцу, но с чем это может сравниться? С какими успехами во внешнем мире может сравниться эта радость? Радость быть мамой. К слову, можно вспомнить одну передачу, диалог между двумя женщинами, которые рассказывали о своих жизненных успехах. Это одна очень современная, наверное, похожая на многих современных женщин, которые стремятся достигнуть успеха, благополучия, карьеру, крепко встать на ноги, потом уже там организовать свою семейную жизнь с сильными, сильно выраженными мужскими качествами, волей, целеустремленностью, жесткостью. И вот хвастается. Я была там-то, я была там-то, у меня такие-то возможности, у меня такое-то жилье, у меня какая-то машина. я побывала во многих странах. А напротив нее сидит обычная русская женщина. Вернее, как это, может быть, было обычно для двухсотлетней давности. Сейчас русская женщина, она по-другому, к сожалению, выглядит. Просто многодетная мама. Это у нас задает всего лишь один вопрос. А вы знаете, как у ребенка пахнет за ушком, когда его кормишь грудью? И немая сцена. Ну, потому что ответить на этот вопрос, возразить этому аргументу абсолютно невозможно ничем. Потому что эта ценность, она превышает все жизненные внешние успехи. это радость, которую переживает сердце матери. Часто люди спрашивают, что делать, чтобы жизнь стала легче, лучше, светлее. Что делать? В церковь надо ходить, надо жить жизнью внутренней, надо настроить свою жизнь по тому образу, который Господь в этот мир принес. Ведь Он же организовал церковь, и Он в нее вложил все самое необходимое, что нужно для человеческого счастья. И если человек начнет заквашиваться этой доброй закваской, благодатью Божией, которая подается через церковь, не сразу, не в виде таблетки, не в виде нажатия на кнопочку, которую мы часто ожидаем, свечку поставь и будет тебе счастье. Нет. Это постепенный процесс, потому что слишком много яда, греха накоплено в наших душах, его не сразу можно выдавить, вычистить, но постепенно душа человека меняется, меняется очевидным образом. Так что прежние знакомые, встретив христианина, через год, два его церковной жизни, могут его не узнать, не узнать не по внешности, а по тем ценностям, которые для человека в жизни стали важны. Не пренебрегайте, дорогие мои, этим великим сокровищем, жизнью в церкви. И помогай нам всем, Господь. Редактор субтитров Корректор А.Егорова